МСП Банк Кроме того, сегодня премьер подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 551 миллиард рублей. Деньги будут выделены из дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Как уточнили, в правительстве резервный фонд создан как раз для финансирования непредвиденных расходов. Далее про новые правила для экспортеров. Им теперь не нужно продавать половину своей валютной выручки, соответствующий указ подписал президент. Я напомню, требование о продаже начало действовать в конце февраля, чтобы стабилизировать курс рубля. Сначала речь шла о 80% поступлений в валюте, зачем условия смягчили, так как рубль укрепился даже чрезмерно. А это уже не выгодно для нашего бюджета, ведь валютная выручка от продажи нефти и газа в таких условиях приносит меньше денег. В рублевом выражении. Теперь размеры продаваемой выручки в валюте будет контролировать профильная комиссия по отслеживанию иностранных инвестиций. Напомню, ранее валютные послабления коснулись и обычных граждан. Так, ЦБ увеличил лимит перевода в зарубеж с 50 до 150 тысяч для тех, у кого есть счета в банках. Теперь о ключевой ставке, которую завтра будут обсуждать на заседании Совета директоров Банка России. Большинство аналитиков ждет ее снижение на 100 базисных пунктов до 10% годовых. Такое решение может быть принято из-за снижения темпов инфляции. Я думаю, что базовый прогноз это снижение до 10% действительно. По данным Росстата, которые вышли вчера, инфляция в мае существенно замедлилась. Темпы были близки к нулевым. 0,12% за месяц. Таких месячных темпов инфляции не было с сентября 2020 года. Изменение ключевой ставки – это инструмент, который действует с достаточно большим временным лагом. Но мы видим, что банки снижают ставки по депозитам, причем достаточно активно. Я напомню, что ставка Центробанка влияет в частности на условия по депозитам и кредитам. Низкая ставка дает возможность бизнесу вкладывать средства в новые направления, оборудование. А это положительно сказывается на экономике. В конце февраля Банк России резко повысил ставку с 9,5%, аж до 20% в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. На этом уровне она оставалась и в марте, и затем в апреле и мае было три понижения. Сейчас ключевая ставка составляет 11%. Теперь про отпускные возможности. Ростуризм объявил о запуске масштабной летной чартерной программы. В этом году ее география расширилась до 12 регионов. Предлагаются самые разные форматы отдыха в направлениях от Калининграда до Камчатки. Дополнительно запускаются рейсы на Дальний Восток, в Карелию, Северный Кавказ, Калининградскую и Тюменскую области. И новинки этого года. С начала июня полетят туристические чартеры на Камчатку. А во второй половине лета, как раз к высокому туристическому сезону на Дальнем Востоке, мы предлагаем для наших туристов чартеры во Владивосток, которые будут летать вплоть до сентября. Скажу, что ключевая задача нашей чартерной программы – это формировать удобные, полностью готовые под ключ туры, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рыночной. Происходит это благодаря тому, что мы субсидируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта таких самолетов. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к настоящему моменту возможность улетать внутри страны по сниженным ценам воспользовалось более 30 тысяч человек. А всего в этом году отправиться в путешествие по доступной стоимости смогут около 50 тысяч туристов. Выбрать подходящий тур можно на национальном туристическом портале Russia Travel. Далее про рестораны McDonald's, которые продолжат работать в Петербурге и Москве до 2023 года. Но речь только о точках на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к компании франчайзи. По словам собеседника агентства, российская фирма заключила с американской корпорацией уникальное соглашение, которое просто нельзя разорвать. Мы направили запрос в компанию, однако там сообщили, что ситуацию пока не комментируют. Я напомню, что сейчас продолжают работать рестораны сети в Пулково, Шереметьево и Домодедово, а также на многих вокзалах, в частности, в Московском и Ленинградском. Ранее сообщалось, что 12 июня в столице начнут работать 15 ресторанов McDonald's под новым брендом. Сеть ресторанов России выкупил бизнесмен Александр Говор. Теперь о зарплатных ожиданиях петербуржцев. Они выросли у третьих горожан, выяснили аналитики Headhunter. Из 31% заявившего о желании увеличить свой доход, большинство подняли свои требования на 10 тысяч рублей и более, остальные же на 5-10 тысяч. При этом мужчины чаще хотели увеличение зарплаты, чем женщины. Если же брать по специальностям, то на повышенный доход активнее всего претендовали представители IT-отрасли, а реже всего научные работники и начинающие специалисты. Ну и в завершении выпуска о валюте. Российская сегодня значительно укрепилась. В ходе торгов доллар впервые с 25 мая опустился ниже 58 рублей. Официальные курсы на завтра следующие. Американская валюта стоит 58 рублей 39 копеек, ну а европейская 62 рубля 9 копеек. Американская валюта стоит 59. Абонирайте стоит 5 секундuite! И если брать подкупп tranlength в центре удов WILLIAMS 9 копеек, Punkt 10 petabytes. Продолжение следует...